То, что случилось, случилась, в принципе, вещь не самая лучшая. Что находится за моей спиной? Карла Маркса 123. То самое место, где вы раньше покупали все для медицины. Все, все, все. Вы могли себе купить инструменты, пожалуйста, тонометры, никаких проблем, все было здесь. Но, к сожалению, как вы прекрасно понимаете, оно куда-то вот типа исчезло, что ли? Да нет, никуда оно не исчезло. Ну, во-первых, перемещаться с места любимыми большинству магнитогорцев было бы грешно. И, вернувшись на круги своя, они сегодня будут неоднократными. Да, мы лечили многое. И лечили все это без бешеного использования антибиотиков. То есть мы тоже не стоим на месте. Да, и кое в чем мы пока в проигрыше. Но кое в чем в выигрыше. И я вам просто говорю, сходите на дневной стационар, полечитесь там. И в большей степени забудьте про антибиотики. К слову, о том, где на вас не зарабатывают. В тех же медицинских товарах все тоже есть. И это все в 70-100 метрах на север. И куда все это дело переехало? Да не так еще далеко. Казал Марса 121. То есть разницы, да, разницы нет никакой. То 123 это 121. То есть по расстоянию, ну, где-то метров, наверное, 70 отсюда. То есть все то же самое продается здесь. Вы сюда можете прийти, к слову, купив многие-многие вещи, которые в других местах стоят гораздо дороже. По одной простой причине. Как-то, ну, люди не хотели бы на вас деньги зарабатывать. Люди работают для вас. Для вашего сознания, для вашего благополучия. А это, извините, дорогого стоит. И, конечно, жесть то, что творится в городе. Бухаловки, разливаловки на каждом месте. Бабки с нас дергают везде. Ну, ломбарды, то есть. Бабки нам втирают под бешеные проценты. Везде. Берите деньги под 150% годовых. А то и более. Вот еще. А с нас тянут деньги за наше здоровье. То есть очень большое количество аптек в городе. Господи, я никогда за это не голосовал. В мое время наших аптек, которых в городе было, ну, максимум 15, хватало, чтобы мы лечились за копейки. Поликлиники и больницы были крутые и достаточны для города металла. Кассы взаимопомощи были бесплатные. Банк один, один, единственный. Как все было круто. Также круто почти в медицинских товарах. Да, нас уже приучили мыслить в долларах. Только зачем? Но в любом случае, то, что здесь в рублях, не колбасит вас. Мало того, суммой от 10 рублей можно сюда и зайти. А на тысячу купить, что стоит в других местах сотни. К слову, и это меня лично всегда радовало. Я искренне любил мой совок. Тоже и практически все здесь есть. Пинцеты, шприцы. Как и все для любой больницы. Еще раз говорю, и для стоматологии, и для операционных, и для дневного стационара. Здесь есть. Причем ценники недорогие. И, к слову, я-то знаю, как лечат и моего сына. Классно лечат. Жалко, что далеко от дома. Но возможность лечить и дома сейчас есть. Тут, конечно, вопросов нет. То есть мы о чем говорим? К сожалению, мимо этого вам пройти не утастся. Я надеюсь, что рано или поздно мы все, естественно, состаримся. Будем нормальными, здоровыми. И вдруг внезапно такое возникает, что иногда случается. Или коленочка подсела. Или позвоночник подсел. Что делать? И вот мы говорим о тех вещах, которые будут необходимы. Поверьте мне, вы сейчас молоды. Когда-нибудь будете примерно такими же, как я. Которые уже примерно знают, когда что-то и случится. И, если честно, я знаю примерно, сколько я проживу. Примерно. Хотя, не знаю. Ситуация немножко другая. То есть, рано или поздно. И это тоже пригодится. Нужны будут ходочки. Иногда, к сожалению, и пописать надо будет. Другого варианта нет. Опять же, если внезапно что-то у вас случилось с ногой, то тросточки и все остальные вещи тоже здесь есть. При этом цена абсолютно нормальная. И ваш карман это явно не обременит. Так что вернемся к вопросу денег. Знаете, при пенсии в 200 долларов как-то начинает все это дело задевать. Нет, ну, может быть, когда-нибудь мы и докатимся до Польши. Там цены меньше, а пенсия в 6 раз больше. Ну, извините. Мы болеем, а как без этого? Наша зима, наши гриппы и простуды. Почему все это колбасит пенсию, непонятно. Это, вероятно, российский бизнес. Он умеет выкорачивать деньги с неимущих. Но, как я вам говорил неоднократно, при грамотном использовании страховки, тамошний качественный сервис для вас. И давайте вместе и, несмотря на очереди, пролечимся в дневном стационаре. И, посмотрев оные приспособы, возьмем себе тоже только круче и сделанное в России. И будем также лечиться дома. Вы этим можете заняться, как и я. К слову, свой ренит я спокойно лечил ингалятором. Было такое и никуда не испарилось. А вот теперь будет еще много интересных тем. Касаемо тех вещей, которые вам реалистичны. Правильно, в этом году необходимо. То есть, ну, вы представляете, да? Мы где живем? Где мы с вами живем? У нас на улице, извините, гололед. Что касаемо гололеда. Очень плохая процедура, особенно, когда... Ну, вы не можете так хорошо и грамотно упасть. Я вот своего сына учу падать, он в борьбе занимается. Я так же умею падать. То есть, я всегда падаю на руки. Но не каждый же этим делом занимается. И вот внезапно вы подскользнулись. И что случилось? Руку, ногу сломали. Давайте не будем подскользоваться. Потому что вот есть противогололедные штучки. Вот они вот так вытягиваются, да? На ноги ставите. Цена опроса, ну, скажем так, под 250 рублей. Ну, и 450. Если не будем в доллары переводить, это вообще будет смех просто какой-то. То есть, и вы уже не падаете. Просто это, в принципе, вы эти штуки можете на любую одежду тянуть. На обувь, естественно. То есть, недорого. Реально недорого. Тонометры. Вот они. Автоматические. Цена просто 2100 рублей. Красиво? Да не просто красиво. Очень хорошо. У меня такая же ситуация была, я вам сейчас объясню. То есть, у меня давление прыгало от 100 до 200. Так вот прыгало. Да, сюда, туда, сюда, туда, сюда. И мы не понимали, в чем дело. Кто наконец-то понял, в чем дело? То самое дело, которое со мной случилось. Если хотите, через YouTube поймете, чем я занимаюсь. И через что у меня за болячка. Если бы этого дела не случилось, это была бы кошмарная процедура. Ну, и мы вовремя это контролировали. Теперь другие вещи. То есть, когда мы говорим о том, что мой ребенок лечится, то я так же вспоминаю, как я лечился. По сути событий. У меня была аллергия на пенициллин. То есть, у меня не лечили пенициллинами и добавками вообще. Но тем не менее, я спокойненько прожил до 44 лет. Вот сейчас. Как меня лечили? Ингаляторы, небулайзеры и все остальное. Раньше этого не было. Сегодня это появилось. Вот, пожалуйста. Ну, это вот самый крутой ингалятор для астрии. То есть, вы можете им дышать. Это будет вообще очень хорошо. То есть, мы не будем говорить, что вы с астмой будете ходить, когда вы так... Зачем? Дома пролечились и пошли дальше работать. Ну, и вот для детишек тоже вот такие. Прикольные, да? К слову о том, как здесь работать. То есть, здесь работает BeWell. То есть, BeWell это авторизированный сервисный центр. Вы сюда приносите. Если что-то не случилось, вам это все здесь делается. Никаких проблем нет. Понятно, да? Какое хорошее место оно здесь есть. И все-таки преддверие нового года. Череда подарков и удовольствия. Я бы сказал ОНЭ. Да, город не самый лучший. Но куда деваться? Да, мы можем вместе с медицинскими товарами и недорого лечить себя сами, не забывая о поликлиниках. Извините, но думать о здоровье вам надо. И не стоит работать на босса. Босс вам пенсию не обеспечит. Заболели, так лечитесь. Если вы не устраиваете босса, то поверьте, таксисты, механики в гаражах чихали реально на наших боссов. Думайте, господа, мы должны жить, а не пахать на босса. И возможность такая есть. Любите свою жизнь. Она у вас одна. И почему я всегда заходил в медтехнику? Я всегда заходил в медтехнику, потому что я смотрел, что здесь никаких космических центов нет. Поверьте мне, никаких космических центов здесь нет. То есть сегодня, сейчас я себе могу купить, ну допустим, вот у меня в кармане 100 рублей. Я на 100 рублей себе могу купить шприцовку, всякие штучки для нее. В принципе, межкомнатный термометр. В принципе, вы знаете, даже со 100 рублями сюда прийти, это тоже неплохо. Можно себе много чего купить. Ничего не изменилось. Поверьте мне, ну, зачем тянуть с вас деньги, когда эти вещи, в принципе, легкие, простые и необходимые для вас. Кроме всего прочего, да, я уже сказал, да, про цену, что вы поняли. В принципе, есть те вещи, которые вам просто необходимы. То есть, ну, бинты, грелки, все есть в наличии. Все здесь есть в наличии. Никаких там идиотских цен нет. С этим сложностью у нас. И еще здесь есть определенные вещи, которые вам необходимо купить. По одной простой причине, я сейчас это дело объясняю, у меня сын также болеет. Я прихожу в обыкновенную клинику. В этой обыкновенной клинике я вижу старые, древние, еще моего времени инструменты. Понимаете? Они до сих пор работают. Если бы это дело не лечилось, но я же вам говорю, что это все дело лечится, то есть, либо эти идиотские, и не совсем понятные антибиотики, постольку поскольку, я знаю, что один антибиотик, он хороший, сломит, не сделанный в России, естественно. Все остальное, ну, я не знаю, что-то ничего не лечит как-то. То есть, он тоже лечится уже не теми антибиотиками. Он просто приходит и получает хорошее обследование. Так же, как я в детстве этого и делал. Но сегодня и сейчас все это дело немножко повернулось. То есть, мы не будем говорить в то-то время, грубо говоря, сейчас, 35 лет назад, ну, время-то идет, те же самые алмаги, маги, мавиты, магнитоны, все здесь есть. И еще дополнительные вещи, которые необходимы. И все-таки определимся с теми вещами, которые вы можете здесь купить. Микролайф и Амрог, это тоже очень хорошее, известное фирма. Все это продается таким же образом здесь. Ну, вот о цене вопроса, дальнейшей уже о цене вопроса, чтобы мы не говорили о ценах свыше 300 долларов. 300 долларов, это, грубо говоря, ну, 18 тысяч рублей. Помните, да? Кое-что, кое-что. Одно есть, но оно очень хорошее, оно лечит в расплате. Кстати, для вас тоже необходимо это сделать. Теперь другие вещи из той же ценовой категории. В пределах 430 рублей. Это турмалиновые пояса, шейные пояса, очки магнитовые. То есть, в принципе, все это есть. Я в свое время как-то делал информацию. То есть, я сейчас говорю, что, в принципе, что такое турмалин? Это смесь материалов запеченная. И она очень хорошо работает. То же самое делается и в России, естественно. Когда вам рассказывают сказки, что в одном месте, я говорю, интересно, как это одно место находится? То есть, земной шар же он большой, правильно? То есть, там, тут магнум выходит из породы. Везде турмалин, да? Так зачем это делать, когда все это дело можно так же запечь? Все то же самое делается и вы изумительно. Наколенники, пояса, ценники-то вообще недорогие. И все-таки, я вам еще раз говорю, то, что здесь продается, это все работает. Не надо рассказывать сказки. Поверьте мне, я это вижу, вы это видеть должны. И прийти сюда-то не слишком сложно. Карл Маркс 121. Это всего одно знание от Карл Маркса 123. То есть, вы здесь покупаете хорошие вещи. Хорошие вещи здесь и обслуживаются. Кроме всего прочего, давайте все-таки определимся, что какой-то странный у нас бизнес в России. То есть, первоначально, казалось бы, мы бы хотели деньги зарабатывать на оружие. Может быть, мы это делаем и зарабатываем. Ну да ладно, это бюджет нашей страны. Казалось бы, мы могли бы деньги зарабатывать на нефтяной и газовой структуре. Пожалуйста. То же самое. Деньги практически в бюджет страны. А вот дальше возникают дивные проблемы. То есть, вот знаете, что такое медицина? Медицина у нас это, ну, некоторые, скажем так, проблемки. По одной простой причине. Я в то время-то помню, при коммунизме, когда дело-то было, то есть, я лечился, и это было абсолютно никаких денежных средств у меня не затрачивало. То есть, я, грубо говоря, 12, простите. Сейчас скажу, сколько. 18 лет я прожил в социализме с настройкой на коммунизм. Денег я за свое обслуживание не платил вообще. То же самое и здесь. Есть, конечно, вещи, которые, ну, немного дорого стоят, но даже все эти вещи, они не выскакивают за предел, грубо говоря, 60-70 долларов.